Шойгу погубил тысячи российских солдат. Он погубил самую боеспособную часть армии. Друзья, на днях сбылась мечта Евгения Пригожина. Сергей Шойгу покидал пост министра обороны России. Об этом стало известно поздно вечером в воскресенье. Владимир Путин занимался переназначением силовиков после своей уже пятой инаугурации в президенты. И Шойгу стал единственным высокопоставленным чиновником, которого не продлили на новый срок. После этого, конечно, пошла волна разных теорий о том, как и почему Путин решил сменить министра обороны и что же будет теперь. Сегодня мы с вами поговорим о карьере Шойгу, о причинах его увольнения и о том, что теперь изменится в министерстве обороны и в стране в целом. Недоброжелатели явно хотели, чтобы Шойгу куда-то ушел на почетный пост, почетный сенатор или вот что-то такое. Потому что Путин его, конечно, не сдал. Шойгу был небезупречным активом. Война пошла не так. Хрен на хрен менять, только время терять. Друзья, помните наши футболки из коллекции Мэйк Раша Грей Гейм? Теперь мы решили выпустить еще и потрясающие свитшоты с этим принтом. Если вы забыли или не знали, напомню историю этой работы. Перед чемпионатом мира по футболу в Екатеринбурге коммунальщики закрасили все граффити на гранитной набережной уродской серой краской. В ответ местный уличный художник Слава ПТРК создал работу Мэйк Раша Грей Эгейм. Как вы знаете, для своего мерча я как раз сотрудничаю с современными художниками. И мы сделали коллекцию с работой Славы. Как и вся наша одежда, свитшоты отличного качества. Для печати мы используем вечную шелкографию. Это значит, что принт со временем не поблекнет и не облезет. А еще у наших невероятно уютных свитшотов нет противных колющих бирок. Кстати, мы делаем доставку практически по всему миру. Коллекция лимитированная, так что скорее переходите по ссылочке в описании и заказывайте наши крутые свитшоты, пока они есть в наличии. Какой министр красавчик? Кто пиарится лучше всех? Шойгу. Значит, у кого кино красивее всего? У Шойгу. Кто самый бравый мужик? Шойгу. Итак, Сергей Шойгу покидает пост министра обороны, на котором он провел почти 12 лет. На его место Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. В правительстве Шойгу был самым главным старожилом. До того, как возглавить Минобороны, он 18 лет руководил министерством чрезвычайных ситуаций. То есть в сумме Шойгу занимал министерский пост целых 30 лет. И за это время лишь раз взял паузу на полгода, когда успел побыть губернатором Московской области. Шойгу никогда не лез выше. Он готов был менять свою медийность, продавать ее в поддержку кому-то. Ельцину, его семье, потом Путину, будучи реально популярным человеком, работая над пиаром. То есть с одной стороны он имел много, с другой стороны он сильно на многое не претендовал. Ну, Шойгу сидел 30 лет именно потому, что в нем всегда в трейд-оффе личная преданность, высокая коррупционность, такая вот системная коррупционность. То есть он не считал нужным этого скрывать. В принципе, умение перед начальством демонстрировать начальству, как он хорошо работает, то есть очковтирательство, оно в нем было как бы максимально сосредоточено, и он был таким экземпляром системы. Сергей Шойгу родом из Тывы, отучился в Красноярске на инженера-строителя и долго работал по профессии. В конце 80-х руководил строительными трестами и заодно попал сначала в городской, а потом и в краевой комитет КПСС. В 1990 году Шойгу переехал в Москву и стал зампредом Комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Можно сказать, мой коллега, архитектор. Правда, на этом сходство заканчивается. Потом он успел поработать во временной администрации Северной Осетии и Ингушетии, когда между этими республиками случился конфликт. Еще он успел побыть даже среди противников сначала ГКЧП, а потом Белого дома, когда шло противостояние депутатов и президента. Тогда Шойгу руководил корпусом спасателей, который некоторые эксперты даже сравнивали со своего рода частной армией. Но в 1994 году Шойгу возглавил Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствиям стихийных бедствий, которое, по сути, он сам создал на закате СССР. На этом посту Шойгу проработал 18 лет, до 2012 года. То есть руководил ведомством при трех президентах и восьми премьер-министрах. Он был министром ЧС с 1991 года. До этого он возглавлял аналогичную структуру, им, собственно, созданную, которая не имела министерского статуса. Но довольно быстро, после 1991 года, она этот министерский статус получила. Он создал эту службу из разрозненного и во многом волонтерского движения спасателей. Видимо, он хороший организатор. В 90-х он реально был нужен Ельцину, его семье, как очень популярный персонаж. Он сумел сделать вот эту пиар-машину МЧС. После прожитых лет мы не знаем, насколько эффективным был МЧС. Но он всегда умел пиариться. Сейчас, после увольнения, Шойгу стал секретарем Совета Безопасности. Но в сам совет он входит аж с 1996 года. Да, он там дольше Владимира Путина. Вообще, Шойгу часто упоминают вместе с президентом. Много лет им обоим строили такой классический образ мужиков из народа, которые приезжают на место событий и решают самые страшные вопросы. Шойгу, понятно, в этом очень помогала его должность. Еще в 90-х он лично руководил спасательными работами после землетрясения в Нефтегорске. Да и позже регулярно выезжал на места любых аварий, за счет чего построил себе очень хороший имидж. Шойгу стабильно входит в список политиков, которые пользуются у россиян наибольшим доверием. Конечно, война в Украине, скандалы с Евгением Пригожиным несколько подпортили министру репутацию. Но он все еще остается среди любимчиков простых россиян. Если, конечно, верить государственным соцопросам. Шойгу имел высокие рейтинги за счет того, что всегда выезжал лично на место трагедии, каких-то климатических бедствий, показывал, что лично руководит, в итоге показывает, проблема решена, вот едет техника. Насколько она решена была, непонятно. Он производил впечатление эффективного человека, такого, который, как это называется по-английски, gets things done. Он был спасатель. Спасатели любят, потому что они спасают. Он был таким близким к народу, или, по крайней мере, производил такое впечатление. По тому, как Шойгу строил свой образ и пиарился, некоторые даже сравнивали его с Евгением Пригожиным. Точнее, это Пригожина сравнивали с Шойгу. Ведь последний освоил образ мужика из народа, который все решает на месте еще в 90-х. Пригожин, в каком-то смысле, можно сказать, использовал, опять же, этот образ такого прямого мужика в хаке, который не стесняется затрагивать вот эти проблемные зоны, говорить правду, он вот здесь, непосредственно на фронте. Мы помним, откуда Пригожин записывал свои видео из палаток, из каких-то полевых лагерей. В этом смысле он использовал наработки Шойгу. Популярность помогла Шойгу из прикладного чиновника стать важным политиком. В 99-м году он вошел в первую тройку блока единства на выборах в Госдуму и чуть не выиграл те выборы. Его блок всего на 1% отстал от КПРФ, но уже в 2000-м. Единство объединилась с блоком Отечества Вся Россия, который на выборах стал третьим. И получилась партия Единая Россия, которая в сумме имела больше мест в Госдуме, чем коммунисты. Шойгу в 99-м году вошел в состав партии Единства. У них получился в октябре, это был политтехнологический ход, это придумали, у них получился как бы такой дуплет с Путиным, что вот два молодых, два за порядок, два вроде бы как бы силовика. Один вот в списке, другой премьер-министром, уже как бы по сути преемником Ельцина. В смысле технологическом, ну как показывают очевидцы, там Борис Абрамович Березовский в основном партию делал. При этом Шойгу был в партии скорее товарным лицом. Популярный чиновник, которого любит народ, но не идеолог и не руководитель партии. На заре формирования Единой России Шойгу был очень включен, да, но именно в качестве медийного лица. Но популярный политик, если он не Путин, да, не может возглавлять правящую партию, иначе появляются претензии на власть. Да, и сам Шойгу очень это хорошо понимал. Понятно, что стань Шойгу одним из реальных лидеров Единой России, он мог бы получить очень много влияния. И попробовать, например, занять место президента, чего совсем не хотелось тем, кто стоял за созданием Единой России. Понимал это, видимо, и сам Шойгу. Но по каким-то причинам бороться за власть в стране он не хотел. Вместо этого министр спокойно отошел в сторону и продолжил работать в МЧС и при Путине, и при Дмитрии Медведеве. В начале нулевых Шойгу действительно мог быть конкурентом Путина. Он был очень популярен, на него смотрели, он был привычен, да, не темная лошадка, как Путин, а типа зарекомендовавший себя. И вот в этом, опять же, его тоже как бы секрет, что он, в принципе, согласился это сдать, да, он не стал бороться. Несмотря на такую лояльность и, можно даже сказать, покорность, преемником Владимира Путина Шойгу все же не стал, даже на время. Скорее всего, потому что был слишком популярен и, заняв пост, мог бы сохранить его даже вопреки желанию Путина. Шойгу вряд ли мог бы стать преемником Путина. Ну, по той же причине, на самом деле, наверное, что Иванов. Когда была гонка преемников в 2007 году, там рассматривались люди из путинского круга. Это министр обороны Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. По-моему, на тот момент он был вице-премьером. Путин выбрал Медведева, потому что он опасался, что Иванов не захочет уходить. Я думаю, насчет Шойгу такие опасения все равно были. У него проблемы с государственным мышлением, ну, вообще, с широким историческим мышлением. В этом смысле, насколько я понимаю, он простой человек. И это очень плохо, потому что если такого человека сажать на первую должность, даже на время, то очень велика вероятность, что он в какой-то момент решит, что он сам из себя произрос, такой великий, и мог бы и покуситься. Свой пост в МЧС Шойгу покинул лишь после возвращения Владимира Путина в президентское кресло в 2012 году. Тогда же Шойгу стал губернатором Московской области, но проработал на этом месте всего полгода. Есть мнение, что его-то и приглашали изначально, как временщика. До него область 12 лет возглавлял генерал-полковник Борис Громов, и заменить его каким-то аппаратным чиновникам было бы тяжело. А Шойгу мог использовать свой авторитет и убрать из областной власти сторонников Громова, а потом поставить своих и оставить область им. Шойгу согласился на это поработать. И оставил там преемника своего человека, Андрея Воробьева. Это сын его соратника по МЧС, он сейчас сенатор. Юрий Воробьев, Андрей Воробьев сын его. Лично Воробьев вряд ли бы сломал вот эту систему. То есть Шойгу надо было ее наклонить. В то же время есть мнение, что пост руководителя области просто оказался для Шойгу мелковатым. Видимо, предполагалось, что там настолько высокий уровень коррупционной ренты, что ему будет как бы нормально. Ну, вот как бы оказалось, видимо, не очень. 6 ноября 2012 года Шойгу стал министром обороны вместо Анатолия Сердюкова, отправленного в отставку. Тогда же он вошел в группу по контролю за выполнением оборонного заказа. Об этом мы еще позже поговорим. Сердюков был известен своей реформой российской армии, за которую многие его в армии не взлюбили. Военный называли министра табуреткиным, так как сам он с войсками связан не был. Зато какое-то время занимался мебельным бизнесом. На его фоне назначение народного мужика Шойгу выглядело шагом навстречу армии. Хотя сам Шойгу в ней тоже не служил. Зато за время работы в МЧС стал генералом. Шойгу пришел как некий более, скажем так, более свой человек, потому что если вы были оскорблены тем, что вам торговца мебелью назначили в качестве министра, то человек, который, по крайней мере, последние десятилетия своей карьеры ходит в форме и в погонах, вам, наверное, ближе. Хотя он тоже не военный, в армии не служил, строитель по образованию и по началу своей карьеры. Но, тем не менее, все-таки это поближе. А к вам это не такой пиджак, как предыдущие. При этом даже после 12 лет в Минобороны в армии к Шойгу относятся с сомнением именно из-за отсутствия у него военного прошлого. Надо понимать, что Шойгу большая часть армейских не любит. Да, по разным причинам. Кто-то, что не нравится, как он управляет. Многим генералам не нравится, что он чужой. Да, что он не армейский. Это болезнь. Она всегда воспринимается в армии. В общем-то, следующие 10 лет у Шойгу прошли относительно спокойно. Рейтинги высокие, работа стабильная. Рядом с президентом появлялся регулярно. Армейский телеканал «Звезда» превратился в целый холдинг. Появился парк «Патриот». Завелась юная армия, где красиво маршируют наряженные военную форму детишки. Расходы на армию росли, доверие россиян к армии тоже росло. А сам Шойгу регулярно ездил с президентом отдыхать в тайгу. А попутно смог построить многомиллионный храм вооруженных сил и придумать для президента новое развлечение в виде танкового биатлона. Путин уже такой зрелый, что называется, осень патриарха, полюбил зрелища. Шойгу стал обеспечивать зрелище. Танковый биатлон, парки «Патриот», храм вооруженных сил. Очень все красиво. В этом смысле он влиял на Путина. И, судя по всему, он продолжает оставаться в его обойме. В общем, все у Шойгу шло красивой пенсии. Но потом началась война. И есть мнение, что сам Шойгу этой войны совсем не хотел. Но если вспоминать последние недели перед войной, в «Несависимой газете» вышла статья военного обозревателя Ходоренко о том, почему Россия не должна воевать. Что ее затягивает Запад, и война интересующаяся, прочтите. Во многом он оказался реально прав. Там не моральная сторона совсем, что, в принципе, нападать на соседнюю страну нехорошо. А вот почему не надо этого делать. В смысле, последствия. А Ходоренко считают человеком близким к Шойгу. Понимал он, что его армия вообще не про реальную войну. Или он точно так же, как Путин, думал, что вот это все Киев за три дня, и так далее, и так далее, и так далее. Это для меня очень большой вопрос. Первый год войны для Шойгу получился катастрофическим. Я думаю, вы сами все хорошо помните. Сначала стремительное контрнаступление Украины в Харьковской области, потом сдача Херсона. Критика со стороны Пригожина, которая уже в 23-м году вылилась просто в открытый публичный конфликт. Чтобы образ Шойгу не стал совсем уж лузерским, ответственность за фронт стали распределять между ним и военными командирами. Но Шойгу в мае 23-го, это, пожалуй, самый слабый Шойгу, которого мы видели за все его 30 лет во власти. Смотрите, Шойгу, как воюющий министр, конечно, себя сначала закомендовал очень плохо. 22-й год был провален. Во-вторых, ну, собственно, 23-го года ждали со страхом украинского наступления. Ждали со страхом. Мне было очевидно, что Шойгу его сдержит, выдержит. Все время приходилось окружать его подпорками публичными в виде Герасимова или генерала Суровикина, показывая, что не только этот человек руководит. Однако главной, или, по крайней мере, самой громкой причиной для критики Шойгу стало не обратное наступление под Харьковом и даже не бегство из Херсона. Ею стала нехватка снарядов для наемников из ЧВК «Вагнер». «Шойгу! Герасимов! Где *** боеприпасы?» Формально Шойгу за производство снарядов в стране, конечно, не отвечает. Это работа военно-промышленного комплекса и, в частности, корпорации «Ростех». Вот только глава наемников Евгений Пригожин был уверен, что снаряды в армии есть. Просто Шойгу ему их специально не дает. И часть экспертов с этим согласна. «Шойгу, как министр обороны, и его заместители, безусловно, несли ответственность за поставку боеприпасов и всего снабжения для ЧВК «Вагнер». Были даже такие слухи тогда, что Шойгу и его окружение очень ревниво и с неприязнью относятся к успехам Пригожина, к его растущей популярности, к тем, к его самопиару. По-моему, Шойгу и его окружение чувствовали, что это делается за их счет. И для них способ тормознуть его и преуменьшить его успехи – это в том числе и задерживать боеприпасы». Из-за проблем с поставками боеприпасов Шойгу стал главным объектом критики со стороны Пригожина. У того пиар-работа была поставлена намного лучше. Так что знаменитые речи Пригожина про министра обороны слышала вся страна. «Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, в котором они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку». Конечно, на репутации Шойгу они не могли не сказаться. Еще сильнее на ней сказался бунт вагнеровцев. Прошлым летом, если вы помните, наемники пошли на Ростов, а затем на Москву именно для того, чтобы разобраться с Шойгу, который якобы отдал приказ обстрелять их лагерь. А по слухам, Шойгу добивался и ареста самого Пригожина. Во время бунта наемников Шойгу вел себя, мягко говоря, неубедительно. Из публичного пространства пропал, борьбу с мятежниками лично не возглавил. И, в общем, явно не производил впечатления того уверенного в себе мужика, каким его показывали раньше. При этом по свой шагу сохранил, и никаких потерь сразу после бунта не понес, в отличие от Пригожина. Но, по сути, Путин не отреагировал на критику Пригожина. Когда она была? То есть это было очень давно. Но это было давно. Пригожин погиб при очень странных обстоятельствах. А до этого он был, по сути, отстранен от ЧВК, отстранен от всего. Мы знаем, что много кто занимался погашением вот этой волны, этого мятежа, разруливанием ситуации. Там и губернатор, и бывший генерал ФСО Дюмин из «Совоохранителей Путина», там и Лукашенко, там и люди Патрушева, как я понимаю, вот только Шойгу куда-то пропал. Но во время самого мятежа Шойгу мало того, что спрятался, он фактически остался в одиночестве. Пока другие силовые ведомства пытались затормозить колонну вагнеровцев, армия не спешила вступаться за министра обороны, которому Пригожин, так сказать, забил стрелку. Силы, которые реально пытались помешать вообще Пригожину, защитить Москву, например, это были, в первую очередь, подразделения Росгвардии Золотова, это были, кстати, подразделения Федеральной службы охраны и ФСБ, все вылезли из спецназа рядом с кольцевой дорогой в Москве. Ну и даже кто-то там выдвинулся из чеченских силовиков, отряд Ахмат куда-то поехал, но для надежности немножко не в ту сторону. Сам Шойгу еще раз просто пропал, и это было в том числе и потому, что никто не хотел в армии российской за него вписываться и рисковать за него в свои жизни, кроме нескольких некоторых плохо информированных летчиков, которых послали на радуевку. И это будет становиться чем кончика. Как я уже сказал, прямых потери за бунта Шойгу не понес. Должность за ним оставили, нигде не критиковали, команду нападать на министра пропагандистам тоже не дали. Но тут есть один момент. Если бы Шойгу уволили сразу после мятежа, это был бы понятный сигнал. Пригожин добился своего. Сделать так было, конечно, нельзя. Но наверняка, принимая решение об отставке Шойгу, президент помнил, как министр обороны не сумел возглавить оборону даже от частной армии, которую его же министерство и вооружало. Если министры обороны и начальники генерального штаба чуть ли не огородами убегают от Котовского, то есть от Пригожина, было понятно, что это произойдет не сразу, это произойдет нелинейно, но, в общем, было понятно, что он министерством обороны руководить не будет в течение года. И, в общем, плюс-минус так и случилось. Но мы понимаем, что, видимо, из того публичного конфликта, который происходил между основателем ЧВК Вагнер и Сергеем Шойгу, Владимир Путин сделал два долгоиграющих вывода вперед. Один из этих выводов в отношении Пригожина завершился тем, что случилось, значит, авиапроисшествие в Небино-Тверской области в августе прошлого года. А вот спустя год, почти, скоро будет годовщина Пригожинского бунта, и вот мы видим, что в отставку уходит Сергей Кужегет. С другой стороны, есть мнение, что после подавления мятежа оппозиции Шойгу стали даже крепче, особенно на фоне успехов на фронте. И это явно не радовало его противников во власти. Я думаю, что это отложенная реакция не на мятеж, а на подавленный мятеж. После того, как Пригожина не стала, Министерство обороны слишком усилилось. Вот этого нельзя допускать, понимаете? Знаки о том, что Шойгу свое место потеряет, стали по традиции поступать заранее. В апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован заместитель Шойгу Тимур Иванов. И тут, конечно, нельзя было не вспомнить, что именно в коррупции и воровстве ведомство Шойгу обвинял и Пригожин, и так называемые военкоры. Можно назвать арест Иванова таким немножко публичным, подготовкой публично-общественного мнения, в том числе и путинского. То есть понятно, что санкционный арест Иванова у Путина получили, не то что втайне арестовали, но показали ему что-то, что он не мог отказать. Принесли такую информацию, что он не мог поступить иначе. Потому что явно о том, как работает Шойгу, его команда Путин знал. А с точки зрения практики, очевидно, речь все-таки шла о том, что уровень воровства и коррупции в Министерстве обороны Российской Федерации уже очевидно превысил, как мы слышали уже неоднократно, не первый месяц, не первый год, превысил все возможные какие-то уже нормы, даже современной Российской Федерации. И в совокупности с борьбой от различных кланов и центров силы вокруг Кремля и правительства, это очевидно и дало этот результат. Уже после отставки Шойгу был арестован еще один видный чиновник из Министерства обороны. Начальника Министерского управления кадров Юрия Кузнецова также задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обыска у него нашли более 100 миллионов рублей в разных валютах. Правда, взяли Кузнецова не за кадровую работу. Преступление он якобы совершил еще когда занимался вопросами защиты государственной тайны в Минобороны. Этот пост Кузнецов занимал 13 лет, а на нынешнюю должность перешел только в мае прошлого года. Так или иначе, сейчас оба этих громких ареста воспринимают как удар по клану Шойгу. После ареста Иванова журналист Андрей Перцев писал, что это результат внутри клановых разборок в Кремле. Якобы это было прямым ударом по группе влияния, в которую входил Шойгу и бизнесмен Геннадий Тимченко, близкий друг Владимира Путина. Среди их противников Перцев указал, например, главу Росгвардии Виктора Золотова. Он, кстати, накануне был переназначен на свою должность. Но главным недоброжелателем Шойгу называют главу Ростеха Сергея Чемизова. В последнее время министр обороны открыто жаловался на то, что армия не получает достаточно техники от ВПК. Иронично, правда? Год назад в плохих поставках Шойгу обвинял Пригожин, а теперь уже сам Шойгу выступил с похожими обвинениями. В ночь на 1 мая министр обороны приехал в штаб так называемое СВО и публично заявил о проблемах с поставками техники на фронт, чего раньше себе не позволял. Для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качества поставляемых в войска вооружения и военной техники. Приключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Чемизов уже через пару дней вышел с ответом. Глава Ростеха заявил, что за два года существенно нарастил производство оружия и сейчас 80% всего российского вооружения на фронте произвела его компания. Ответ Чемизова-Шойгу, хоть и без привязки к Минобороны, даже вышел в эфире Первого канала, что уже можно было считать сигналом поддержки главы Ростеха в Кремле. С начала СВО мы значительно расширили производственные мощности. Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, особенно на предприятиях нашей корпорации. Видимо, Чемизов, знакомый с Владимиром Путиным еще по службе в Германии, в этой борьбе оказался сильнее. Вот только СМИ пишут, что противники Шойгу хотели бы поставить руководителям Минобороны кого-то из близких к себе людей. Чаще всего здесь говорят про бывшего охранника Путина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Но его назначили помощником президента по делам обороны промышленности, спорта и госсовета. А пост главы Минобороны отдали ни входящему ни в один клан Белоусову. То есть Шойгу вроде бы проиграл, но и его противники не особо выиграли. Кстати, интересный вопрос, а кто усилился там в результате всех этих пассианцев и перекладываний как с места на место мы видим явных проигравших, мы не видим особенных победителей. В общем, в этом состоит искусство автократа, искусство поддержания вот этого вот сложно настраиваемого равновесия. Тут важно отметить, что сам Шойгу не комментировал арест подчиненных. Вероятно, это просто застало уже бывшего министра врасплох. Обычно в таких ситуациях люди из ближнего круга Владимира Путина обращаются напрямую к президенту, чтобы решить ситуацию. Мы, конечно, не знаем, разговаривал Шойгу об этом с Путиным или нет, но его отставку можно посчитать знаком того, чью сторону занял президент. При этом совсем из ближнего круга Путина Шойгу не выпал. Теперь он будет секретарем Совета Безопасности вместо Николая Патрушева. Он продолжит иметь реальное влияние во власти. Это непочетная пенсия, потому что, в отличие, например, от Госсовета, который непонятно, что собой представляет, у него нет четких полномочий, очень размытые какие-то упоминания, у Совета Безопасности все прописано. То есть он координирует работу силовых структур, гражданских ведомств, стратегии безопасности готовит, предложения по безопасности готовит. Это для Путина всегда важно. В этом смысле работа есть. Слишком близко к президенту для почетной пенсии. Тут многое зависит от самого нового секретаря. А еще Шойгу будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которую вывели из-под управления Министерства обороны. Подчиняться она теперь будет напрямую президенту. Сама эта служба заведует международной торговлей вооружением. То есть продает российские танки на экспорт, ну или закупает дроны в Иране. Чем здесь занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству? Она занимается, собственно говоря, продажей и закупкой вооружений. До войны она продавала российское оружие за рубеж, там, не знаю, Миги в Алжир или там, не знаю, танки в Индию. Понятно, что после начала войны продавать стали меньше, стали больше закупать. Конечно, тут открывается большая коррупционная составляющая. Никто же не знает, сколько должны стоить эти иранские шахеды или какие-нибудь северокорейские ракеты. Они не могут стоить именно 20 тысяч долларов, а ты будешь искупать их по 200 тысяч долларов. Поэтому, конечно, это вот такое очень интересное поле, за которым важно следить. Хотя есть сведения, что при новом министре обороны военно-промышленный комплекс во многом перейдет под контроль министерства. Что я слышу сейчас из Москвы, это же неподтверденные данные, что именно новый министр обороны будет таким суперминистром, который именно в отличие от Шойгу будет в первую очередь отвечать за военно-промышленные комплексы, за его правильную работу вместе с армией для передачи и внедрения в войска новых видов вооружений, технологий, платформ, правильного основления теми видами боеприпасов. Интересно и то, что этим самым военно-техническим сотрудничеством обычно занимаются люди из команды Сергея Чемизова, с которыми у Шойгу, напомню, был конфликт. А теперь формально Шойгу будет курировать работу кого-то из людей Чемизова. Другое дело, что ФСВТС на протяжении всех последних лет была такая вотчина, на которую ставили людей главы Ростех Сергея Чемизова. Поэтому, когда Шойгу назначили, убрали с министров и назначили на Совбез, а заодно сказали, что ему отойдет ФСВТС, то многие увидели в этом, значит, что позиции Сергея Виктора и Чемизова как-то сдвигаются в неправильную для него сторону. Поэтому вчера Дмитрию Сергеевичу Шпицкову пришлось выступать с отдельным разъяснением, что никакого ВТС, значит, Шойгу не возглавит, он будет это ведомство лишь курировать. Но важнее все-таки пост Шойгу в Совете Безопасности. Тут надо коротко рассказать, что это за совет. Формально это такой совещательный орган при президенте. Как понятно из названия, занимается он в основном безопасностью, то есть нынешней политикой и войной. Появился он еще в РСФСР при Советском Союзе. А влияние в разные годы имел разное. Например, во время конфликта Ельцина с депутатами в 93-м Совбез фактически руководил всеми силовыми ведомствами страны. Уже во время президентства Путина Совбез постепенно стал превращаться в политбюро, где сидят приближенные к главе государства люди и принимают самые важные на их взгляд решения. Ну просто не хочется повторить банальности, но действительно, как раз сооружение безопасности, это не то чтобы это пенсия, это влиятельный орган, но влияние этого органа связано не с его бюджетом и не с его властными полномочиями. У него нет очевидных конституционных полномочий Совета Безопасности. Он просто некорая рамка, в которой люди собираются и обсуждают важнейшие политик, экономические, политические, военные, в меньшей степени экономические решения, даже идеологические. Но тем не менее, у него нет конституционных полномочий. Руководит Советом сам президент. У него есть заместитель, сейчас-то Дмитрий Медведев, а еще секретарь. Вот им-то и стал Шойгу. Формально это третий, а фактически может и второй по значимости человек в Совбезе. Но надо понимать, что в Министерстве обороны Шойгу был главой огромного ведомства с тысячами, сотнями тысяч, миллионами подчиненных, гигантскими бюджетами. В общем, все последние годы он был среди первых лиц страны по степени влияния. А теперь он секретарь очень важного органа. Но такой власти, как Минобороны, у Шойгу больше не будет. Сергей Шойгу был главой огромного ведомства с собственным штатом, мягко скажем, на самом деле с сотнями тысяч подчиненных или по крайней мере людей, которыми ты можешь распоряжаться, с гигантским и увеличивающимся бюджетом. Целой империей, которая включает в себя часть военную, часть гражданскую, движимую, недвижимую. Все на свете от офисных зданий до ведомственных санаториев. В общем, российское Министерство обороны это такое государство в государстве. Это такая отдельная, даже не маленькая страна, а довольно серьезного размера. И население страна. А что отвечает Совет Безопасности от Министерства обороны? Совет Безопасности отвечает за все и ни за что и не имеет никаких денег. При этом в Совете Безопасности Шойгу сохранит возможность ежедневных встреч с Владимиром Путиным, что многие считают главным залогом успеха в российской политике. Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности это те люди, которые встречаются с президентом раз в неделю, как это называется на языке протокола, для обсуждения вопросов внешней и внутренней политики. Этот порядок был заведен в 2000 году, как только нынешний президент стал президентом и с тех пор не менялся. То есть Совет Безопасности это действительно некое подобие того, что часто называют политбюро, хотя у политбюро были властные полномочия, а Совет Безопасности он консультативный. До Шойгу секретарем Совбеза был Николай Патрушев и эксперт исходится во мнении, что на этом посту он был примерно вторым-третьим по влиянию человеком в стране. Вот только это влияние было обеспечено самим Патрушевым, а не его постом. Речь идет именно об отставке, а не повышении. Потому что саму по себе должность секретаря Совбеза аппаратно-весомой не назовешь. У Совбеза небольшой штат и нет ни силового ресурса, ни права законодательной инициативы. Это консультативная позиция. И реальное влияние секретаря Совбеза зависит от того, кто занимает этот пост. Политолог Татьяна Становая. Вдобавок сейчас Патрушева и секретаря Совбеза сделали помощником президента по кораблестроению. Чем конкретно он будет заниматься пока непонятно. Но как должность для очень влиятельного человека это, согласитесь, не очень звучит. Другое дело, что важного и много лет проработавшего в путинской системе чиновника не могут уволить просто так. Что Патрушев, что Шойгу столько лет занимали высокопоставленные должности, что просто назвать их некомпетентными и отправить на пенсию никто бы не решился. Падение таких фигур вызвало бы вопросы ко всей системе. А потому их вывод из властной верхушки может идти только постепенно. Шойгу действительно был человеком, который too big to fall. Его никогда не могли списать полностью просто потому, что пока списывалась вся фактически политическая биография Путина, тоже все его выстраивали на властных конструкций. Шойгу занимал настолько высокие места, настолько долго, переходился на уровень столько мест на другое, что теперь сказали, знаете, этот человек некомпетентен, некоррумпирован, не может даже, а диктатор вроде Путин. Поставь секретаря Совета Безопасности, он может вот как патрушев раз в год давать интервью аргументам и фактам. А может даже три раза в год давать интервью аргументам и фактам. Там как раз его собственно аудитория, вот кому он нравится, они как раз аргументы и факты читают. Тут еще можно вспомнить, что Шойгу родом из Тывы, и в случае больших проблем в Москве он мог бы вернуться домой. Так, я по поводу дома, и Тывы, допоминаю, у меня есть большой фильм про Тыву, посмотрите обязательно, какая там жопа. В общем, не думаю, что Шойгу особо рвется в родную Тыву. А что бы он там мог сделать, не даду, например, возглавить мог бы регион, который, по данным журналистам, он, в принципе, без того контролирует. Однако проблема в том, как я уже сказал, Тыва это один из самых бедных регионов России, и чиновник уровня Шойгу навряд ли захочет ехать в такую ссылку. Влияние Шойгу в Тыве, в Тыве, да, как кому угодно, очень велико. Он считается, по сути, хозяином республики, памятные какие-то там доски, музеи, там, в школах почитают, издаются его книжки. Он определяет, кто будет главой республики, ну, по сути, да, то есть предлагает кандидатуру. В этом смысле влияние сильно. Возглавить республику, конечно, нет. Это один из самых бедных регионов России. Вот если бы его туда отправили, да, мы могли бы сказать, что он как бы на пенсии, еще с такой пенсией, что он точно не поднимется никогда и нигде. Тыва один из самых нищих и социально неблагополучных регионов в Российской Федерации. Регион с ранней смертностью, высокой алкоголизацией, сверхвысокой преступностью. Значит, город Кызыл номер один в России по количеству убийств на 100 тысяч населения. Это регион социальной катастрофы. Все те годы, которые их, так сказать, воскопоставленный сын был в Москве, совершенно незаметно, чтобы они получали от него хоть что-нибудь. Они ему там какие-то святилища все вставят, но это совершенно не помогает. У самого Шойгу была идея поинтереснее Тывы. СМИ пишут, что еще работая в Минобороны, он прорабатывал для себя должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Когда-то давно он продвигал мысль о создании единого региона Сибирь, а позже высказывал идею возвести в регионе новые города. Да-да, будучи еще главой русского географического общества, Шойгу был уверен, что в Сибири нужно построить от трех до пяти новых городов численностью до одного миллиона жителей. Да, а то все остальные города, они же перенаселились, надо еще новых построить. А чтобы скучно не было, эти города должны были по его плану стать научно-техническими и экономическими центрами. Так, между Братском и Красноярском он видел промышленный центр, медь и электроника. Там же планировал возвести алюминиевую долину. Также планировалось построить кластер лесостроительные материалы и другие чудесные места. Шойгу сравнивал их с такими центрами цивилизации, как Тольятти и Магнитогорск. Все это Шойгу увязывал с развитием восточной части России и освоением Северного Ледовитого океана. Вероятно, управлять этим новым чудо-регионом он сам и собирался, но до создания Сибирского царства дело не дошло. Зато постпрезидента в географическом обществе Шойгу пока не потерял. У него же была такая идея, вот перед тем, как он отправился в Московскую область губернатором, ненадолго. У него была идея, он хотел создать огромную такую зону Сибирь, типа объединить несколько федеральных округов и сесть туда, ну, по сути, вице-королем. Важно отметить, что Шойгу отправили в отставку в тот момент, когда на фронте у российской армии все пошло относительно хорошо. Прошлогоднее контрнаступление Украины было сорвано. В этом году идет наступление России на Донбассе, а прямо перед отставкой министра оно пошло еще и на Харьков. То есть, можно сказать, что как военный руководитель Шойгу уходит на коне. Ну, свалить на него неудачи на фронте нельзя, очень сложно, потому что он уходит, вот как это ни парадоксально, в момент успехов армии. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментируя отставку министра отметил, что смена Шойгу ничего военной составляющей не изменит, потому что эта самая составляющая, по словам Пескова, изначально была прерогативой генерального штаба. То есть, и заслуги Шойгу в нынешних успехах армии в Украине вроде как нет. Тем более, в общем, всем было понятно, что успехи 24-го года российской армии связаны не с его, мудрым руководством, но скорее с тем, что Украина выдыхается, просто с некоторым синусоидой, с провалом западной поддержки Украине, и с тем, что Россия научилась при Шойгу лучше воевать последние годы. Ну, то есть, научилась, но опять же, нет никакого ощущения, что благодаря каким-то его специальным усилиям научилась лучше воевать. Сам Шойгу еще раз в этом смысле был почти для мебели, и он недаром часто пропадал. Насколько мне известно, более такое стратегическое руководство осуществляет практически сейчас президент России. Дело-то на себя. При этом такой мастер пиара, как Шойгу, наверняка мог бы использовать успехи на фронте для укрепления собственного имиджа и рейтинга. Но в российской системе победителем и победоносцем может быть только один человек. И его зовут не Сергей Шойгу. Ну и чем дольше длится война, тем больше министр обороны ассоциируется что ли с постом лидера главы того главного усилия, которое страна совершает на настоящее время. Чем занята Россия в настоящее время? Она боюет за новый мировой порядок на Украине против коллективного Запада. Кто возглавляет министерство обороны? Кто во главе этого усилия? Второй после Путина? Ну Шойгу. И чем дольше он следит на этом посту во время вот этой самой войны за новый мировой порядок тем больше он набирает там вес. Как я уже говорил место Шойгу во главе министерства обороны теперь займет Андрей Белоусов более известный по работе с экономикой. Он успел побыть советиком президента по экономическим вопросам, министр экономического развития и первым заместителем правительства. В 20-м году Белоусов даже три недели заменял премьер-министра пока болел Михаил Мишустин. Комментируя назначение отметил именно экономические навыки Белоусова. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций. Больше открыт для максимально оперативного внедрения. Преимущество экономической системы. Война должна быть выиграна в ВПК. Шойгу может быть всем хорош, даже если коррупция нас не волнует, не интересует. Кроме одного, он вообще не разбирается в экономике в своей пути. То есть он умеет тратить, но не умеет зарабатывать. По словам политолога Александра Баунова, назначение экономиста Белоусова в Министерство обороны может означать, что в Кремле окончательно решили перевести всю экономику на военные рельсы. Предложение назначить во главу Минобороны, одного из главных придворных экономистов и главного государственника в эконом-блоке, может означать, что Путин собирается выигрывать войну на заводах ВПК и международных рынках. Это по-своему логично. Эконом-блок в войне в целом оказался более эффективным, чем силовой. Это вообще, честно говоря, был такой вот контраст между огромным валом растущих военных расходов и группой Шойгу, которая слаба в смысле экономических стратегий. При этом другие эксперты полагают, что полномочий для перестройки экономики у Белоусова не будет. Потому что я читаю, что сейчас там Белоусов перестроит экономику на военный лаг. Сейчас все пойдет в пользу армии. У министра обороны таких полномочий нет. Белоусов мог бы перестроить экономику на военный лад, находясь в предыдущем кресле. Да, Путин ему такие полномочия, будучи первым вице-премьером по экономике. Не знаю, в кресле министра финансов, в кресле руководителя ЦБ мог бы. Не знаю, министром экономики бы понизили, допустим, его, назначили бы. Да, он бы мог. Министр обороны не формирует бюджет. Если бы экономикам был переводить на военные рельсы, а то его надо было назначать министром экономического развития. А тут, скорее, речь может идти о том, чтобы войну перевести на экономические рельсы. Это немножко другое целеполагание. Опять же, обратим внимание на то, что в финансово-экономическом блоке правительства никаких изменений не произошло. А Белоусов, который был главный государственник среди экономистов, теперь главный экономист среди военных. Видимо, решено было отправить его туда, где планирование и централизация более уместны, чем в гражданской экономике. Политолог Аббас Галямов предположил, что Белоусов как раз займется изысканием денег для нужд фронта. Как бывший вице-премьер по экономике Белоусов должен лучше Шойгу разбираться в финансовых потоках. То есть знать, где что можно попросить у министра финансов или у премьера и знать, как это эффективно потратить. Вдобавок, эксперты утверждают, что у Белоусова нет своей команды или клана. То есть ему не придется раздавать хлебные места близким людям и как-то еще пилить бюджет. По нынешним российским меркам он практически бессеребрянник. Так он считается человеком в своей сфере компетентным и знающим. Его взгляды экономические разделяются или не разделяются разными его коллегами и, так сказать, его коллегами-чиновниками и его коллегами-экономистами, учеными. Ну, его считают человеком добросовестным и знаешь. Чем он отличается? Тем, что, ну, он понимает, как и куда идут средства в силу работы министром экономики в свое время, вице-премьером. И может их, ну, допустим, правильно тратить. Министр обороны не занимается экономикой и зарабатыванием денег в целом. Он тратит. В общем и целом, Белоусова воспринимают как идейного государственника, сторонника плановой экономики и больших проектов. То есть, это такой советский министр, который всем прелестям рыночной экономики предпочитает жесткий контроль. Причем, в отличие от советских министров, он действительно верит в то, что говорит. И даже, вроде бы, хорошо в этом разбирается. Хотя взгляды его и чужды всему экономическому блоку в российском правительстве. В каком смысле это назначение знаковое? Вот мы так смотрим, потому что понять, чего, чего, чего. Вот нам вот эта фигура, которая необычная для путинской элиты. В Питере он с ним не рос, нефтью не торговал, как бы под Ротенбергами не ходил. Непонятный какой-то человек. А еще, как бы, действительно, говорят, искренне верующий, просто православный, как там принято, и действительно какой-то идейник. Екатерина Шульман назвала перестановки в правительстве кадровой ротацией под лозунгом «Хрен нахрен менять, только время терять». И в шутку предложила сделать главой генерального штаба Эльвиру Набиулину. Грубовато русская пословица «Хрен нахрен менять, только время терять». Действительно. Смотрите, мы видим некоторую перерассадку, но очень в ограниченных количествах, и мы не видим вообще никаких новых людей. Вообще никаких. Омоложение за счет губернаторов это, конечно, очень мило, но эти губернаторы уже много лет губернаторы. А, по-моему, я еще успела обрести, я бы сказала, мимолетную популярность своим предложением назначить начальником генерального штаба Эльвиру Сахев заданную Набиулину. Это даже кто-то цитировал из одноязычных читателей, наивных, как пример той воинственности, которая характерна даже для либерально настроенных россиян, потому что они тоже хотят воевать эффективнее и даже, возможно, взять Варшаву. Вот как это. Как говорил Козьма Прутков, не шути с женщинами, эти шутки глупые и неприличные. Так вот, не шути в социальных сетях. Эти шутки не доводят до добра. Екатерина Михайловна не единственная, кто в кадровых изменениях увидел только пересадку одних и тех же людей с одного стула на другой. Период после выборов – обычный период перестановок. Старые автократы редко делают тотальные перестановки по двум причинам. Во-первых, им важно показать, что соратники возблагреждены. Во-вторых, человек привыкает взаимодействовать с самими и теми же людьми. В этом отношении всегда переформатирование правительств давно правящими партиями или давно правящими автократами действительно напоминает скорее пересаживание, игру в пересаживание со стула на стул. Сам Белоусов уже заявил, что собирается заняться пополнением армии. Правда, заметил, что ни о какой мобилизации речи пока не идет. Впрочем, пополнять армию он, возможно, будет на годы вперед. Есть мнение, что назначение Белоусова в Минобороны может значить, что готовить страну будут не к нынешней войне, а к какой-то новой, например, с НАТО. А министр уже сейчас займется комплектованием армии, чтобы в следующий раз не пришлось доставать со складов советские танки. Это может означать установку или признание необходимости долгой войны, либо за этим может стоять идея, что вот сейчас, то, что сейчас происходит, может быть, свернется через некоторое время, и активные боевые действия будут заморожены. Но мы должны закладываться на ближайшие 3, 5, 8, 10 лет с тем, чтобы у нас было налаженное хозяйство и эффективное военно-промышленное производство. Назначение Белоусова означает, что Россия, судя по всему, сформулировала для себя какую-то доктрину сдерживания. И важной частью этой... И вот Белоусов важный фактор в этой доктрине сдерживания. Как она выглядит, эта новая доктрина сдерживания, наверное, они расскажут в какой-то момент. Может быть, нет, не знаю. Не хотелось бы, конечно, верить в такую подготовку, но и не верить в нее тоже не получается. Остается только надеяться, что мы с вами дождемся того момента, когда пушки и танки переплавят на что-нибудь более полезное и приятное. А обсуждать мы будем не нового министра обороны, а новые дороги и детские площадки во всех российских деревнях. Друзья, спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. И также напоминаю, что сейчас я и моя редакция мы работаем только благодаря вашей поддержке. Спасибо всем, кто уже оформил донатик, оформил подписку. Если бы до сих пор этого не сделали, на экране вы видите QR-код, в описании будет ссылочка. Переходите, там есть разные способы нас поддержать. Можно оформить подписку на Boosty, Patreon. Есть Paypal, криптовалюты, суперспасибо на YouTube. А еще есть закрытый канал в Telegram. Там интересно, там эксклюзив, там можно пообщаться со мной и с ребятами, которые у меня работают. Поддерживайте меня, спасибо, что смотрите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok